Детский сад номер 88 утопает в нечистотах. Вокруг корпусов образовались огромные лужи из талых источных вод. И так уже две недели. Но деваться родителям некуда. Они продолжают водить детей в сад. Очевидно, что антисанитария чревата серьезными последствиями для детского здоровья. В ситуации разбиралась Юлия Майданова. В детском саду номер 88 санитарная катастрофа. Вот уже две недели здание садика топит. Вода поднимается прямо из-под земли. Видимо, это талые воды в перемешку с канализационными. Но детский сад продолжает работать. И родители каждый день приводят до шкалят. Деваться некуда. Взрослым надо на работу. Проблема началась где-то недели две назад. Я все ходил, как бы смотрел, что вода все поднимается выше и выше. Что уже и подвальные помещения нового детского сада затоплены. В группах появляется запах вот этот. Потому что за ночь, видимо, вода отстаивается. И вот эти испарения в группе появляются. Я неоднократно звонил и в департамент образования, и в мэрию города. Как к вам обратился, уже вот смотрю, и песок привезли. Ну, начались какие-то существенные движения. У садика два помещения. Новое, построенное год назад, и старое. Тому, кто водит детей в деревянный садик, совсем не повезло. Здание буквально оказалось в центре пруда из нечистот. Очевидно, что детям здесь находиться опасно. Гуляя здесь, ребенок может упасть в эту лужу или даже напиться воды. Кроме того, инфекция по воздуху поднимается в группы. Понятно, что простые сотрудники детского сада не виноваты в коммунальной беде. А говорить без заведующей отказываются. Не надоело решать. Посмотрите сюда. Посмотрите, вот и хотим масштабную проблему, что еще и детский сад уже у нас заложником стал вот этих лет. Александр Васильевич, вот вы помните, что сегодня свершилось чудо. И вот благодаря тому, что вы начали беспокоиться, в одну ночь привезли песок. Вы сами должны понимать, что за это должно быть заплачено. Почему? Раньше-то ничего не... Две недели у вас топят, и никто ничего не привозил, ни песка, ничего. Каждую весну многие здания на Сульфате оказываются затопленными. Вся проблема в ветхих коммуникациях, которые уже давно требуют ремонта. Тем не менее, детский сад – социальные объекты. Меры здесь надо принимать незамедлительно. Как выяснилось, администрация дошкольного учреждения пыталась решить проблему. Нам все-таки удалось встретить исполняющую обязанности заведующей. Я всю ночь работала, я всю ночь не спала, вожу песок. Так почему вы воды? У вас две недели, никто ничего не водил, как телевидение приехало. Нет, почему без телевидения? Откачивают, у нас приезжают. Вчера приезжали, откачивали. Так даже ничего не убавляется, вы честное слово. Это не из-за нас. Так вот вам и хотят помочь, чтобы уже решали вот эту масштабную проблему. Меня снимать не надо. Сейчас важно не найти виновного, а поскорее устранить проблему. Для этого требуются слаженные действия администрации детского сада, коммунальных служб и мэрии Архангельска. На следующей неделе, если зловонные лужи не исчезнут, возмущенные родители собираются обращаться в прокуратуру. Юлия Майданова, Сергей Земских, Новости РНТВ, Архангельск. Новости РНТВ Юлия Майдановичрия о